Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в канун праздника Шмини-Ацера Симхастойра, что это 48 часов, который сказал предыдущий Рибайческий Рэбэ, что у нас есть возможность бедрами черпать радость на целый год. А что такое радость? Радость это все. То есть почему радость? Если мы радуемся, это значит и благополучие, и все, что этому способствует. То есть мы черпаем все блага этого мира. Сейчас 48 часов при помощи радости, при помощи танца мы можем черпать радость этого мира. И очень известная разница между Симхастойра и между Юмкипором, что Юмкипур это время, когда мы молитвой, строгостью просим у Всевышнего, а Симхастойра это когда мы просим именно радостью при помощи танцев и радостью Всевышнего. Я уже приводил историю, я уже приводил историю, когда слуга царя вел себя довольно неподобающий, то есть министр царя, и царь решил его наказать, и он послал людей, чтобы привели его, и чтобы наказали его, и когда люди пришли, они увидели, что он танцует с книгой законов царя, и увидели, насколько он любит царя. И они пришли к царю и сказали, слушай, это другой человек, это не тот человек, которого ты хотел наказать. Не танцует никто с книгой законов. Посмотрите, представьте себе, что в наше время кто-то бы взял книгу налогового кодекса и танцевал с книгой налогового кодекса. Ну, конечно, если этот налоговый кодекс можно не исполнять, то есть как бы можно обойти, то может кто-то и танцует, да? Это я так шучу. А на самом деле взять книгу законов и танцевать с ней, какие-то высокие законы, каждый день радоваться, или взять книгу с правилом движения, танцевать, радоваться с правилом движения, То есть понятно, что это может только человек, который по-настоящему влюблен в короля, то есть радоваться его закону. Точно так же еврейский народ, он берет книгу Торы и радуется тому, что у нас есть книга Торы, законы Всевышнего, радость Всевышнего. И поэтому это особая радость, радость общения со Всевышним. Но тем не менее в этот праздник происходит что-то необычное. То, что мы не можем с вами объяснить, что происходит в этот праздник. В этот праздник каждый еврей радуется тому, что у нас есть Тора, радуется тому, что мы дети Всевышнего, радуется тому, что мы народ, который Всевышний избрал для того, чтобы мы служили ему. И многие люди даже не осознают этого, они тоже радуются, они радуются Торе, они радуются, приходят, их обуревает атмосфера праздника, они начинают танцевать, начинают веселиться. И мы часто видели людей, которые не соблюдают, не дай бог, Тору, то есть казалось бы, практически ассимилированный человек, которого очень мало что связывает с Торой на практике, да. Но мы видим, как он, как ребенок, хватает цветок Торы, начинает танцевать, радоваться, веселиться и радоваться тому, что он еврей. Особенно, если будет звучать песня «Очень счастливая, потому что я еврей», то есть мы еврейский народ, эти песни, которые мы видим, что люди очень радуются. Всегда, из поколения в поколение, у нас была гордость, что мы евреи. Если мы возьмем советское время, советское время, там, может, немножко раньше, может, немножко позже, то есть мы увидим, как из поколения в поколение еврей должен был выражать то, что он еврей. Я помню, как в Одессе, когда евреи встречались, они пытались говорить между собой наидыш, пару слов, или хотя бы перекинуться. Я помню, как наши родители выискивали еврейские фамилии в лентах после того, как шел какой-то кинофильм, и они смотрели еврейские фамилии. «О, этот еврей, это тоже еврей». Они выискивали евреев. Когда мы шли по улице, то есть, и тоже видели еврейское лицо, мы тоже считали, что это евреи, и это мы и снялось. Кто-то носил магендавит, кто-то носил его внутри, кто-то носил его снаружи. У кого-то были, но каждый как-то по-разному выражал свое еврейство. Это была какая-то гордость у тех евреев, которые пытались выразить это. Это особая атмосфера, особая гордость, которой невозможно ничем объяснить. Мы еврейский народ, который пережили, умели столько, пережили столько бед и трагедий. Мы страдали за то, что мы евреи, но тем не менее, нас одолевает особая радость в том, что мы евреи. То есть, и это радость, которая необъяснима. Для того, чтобы это понять, мы должны выдуматься больше в этот праздник. Этот праздник и Тора, то есть еврейский народ, как он святан с Торой. Я уже говорил не на одной лекции, что обрезание Ицхака было на восьмой день. И цифра восемь, как Шмини Ацера, цифра восемь повторяется, как что-то, которое из ряда вон выходящее. То есть, над миром. То есть, есть семь, это конечность нашего мира. И есть цифра восемь, которая располагается над миром. Когда родился Ишмаэль, то есть, Аврам просил Всевышнего, чтобы этот ребенок был праведником. Да, но ответил ему Бог, он говорит, недостаточно, чтобы только Ишмаэль был. Мне нужен другой ребенок. И ребенок Ицхак, которому обрезание сделали на восьмой день, который родится на восьмой день. И который будет связан со Всевышним необычной связью. То есть, цифра восемь говорит о связи, которая выше разума, выше нашего понимания. И это то, что мы говорили не на одном уроке, что связь еврейского народа, он только родился ребенок, он уже связан со Всевышним. Это связь неописуемая, необъяснимая. Это связь, которая выше разума, выше понимания. Потому что сам Аврам пошел на жертвоприношение Ицхака. И это была заповедь, которая была выше разума. Не каждый такой может исполнить. И не каждый не может сделать то, что он не понимает. То есть, понять эту заповедь было невозможно, пока не был результат этого испытания. То же самое Ицхак, который сказал, свяжи меня покрепче, чтобы не испортить жертву. То же самое, когда мы видим других из поколения в поколение, когда наш еврейский народ пытались уничтожить одно за другим поколением. Но мы оставались верным Торе, оставались верным заповедям. И даже когда, не дай бог, мы ассимилировали и беспускались, у нас была особая гордость и радость. И осознавание того, что мы относимся к еврейскому народу. Что-то необычайно высокое, которое связывает нас с еврейским народом. То есть, та гордость, та радость, которая раскрывается у нас в основном в Симхат Тора. Очень многое мы можем рассказывать. Известная история, когда в Ленинграде, когда было движение отказников. И там вдруг какой-то необычный. То есть, известно, что в Ленинграде Симхат Тора, это праздник, который праздновался молодежью особо. Даже той молодежи, которая не соблюдала. Это была их особая связь с еврейством. И поэтому этот праздник является символом связи с еврейством. И поэтому выходит неподдельная радость. Радость, которая только от того, что мы связаны со Всевышним. Это огромнейшая радость, которую нельзя объяснить. Простая радость, как отец связан с сыном. Когда ты радуешься на свадьбе дочери или на свадьбе сына. Когда ты радуешься при рождении ребенка. Ты видишь особую радость, которая говорит о твоей особой связи с вот этим ребенком. И хотелось рассказать еще несколько примеров и историй. Есть такая история, примерно, Пинхас. Был такой Пинхас, судья. То есть рассказывается, что был такой человек, который был очень грамотен и очень умен. И он начал давать советы. И люди начали обращаться к нему. Обращаться к нему с разными судебными тяжбами между собой. Он судил, и всем нравилось, как он судит. И так о нем пошла слава. И все обращались к этому Пинхасу. Один раз он кого-то судил, тому не понравилось, как он его судил. Он обратился к царю. То есть написал кляузу царю. Говорит, что есть в таком-то городке человек, которого зовут имя Пинхас. И этот человек судит. А кто имеет право судить, кроме царя. То есть он вообще не имеет никакого назначения царем. Царю об этом узнал. Он сильно рассердился. Что значит судья, который не подвластен мне. То есть не я его назначил. Судит в городе. И он приказал его казнить и привезти к нему. Пинхас узнал об этом и начал убегать. И он убегал. Подался убегать, как говорим. Он убегал. И тут, когда на пути его была река, а он не умел плавать. Он увидел человека, который, да, умел плавать. Но он был небольшого роста этот человек. Такой некрепкий сильно. Но когда он увидел, что Пинхас его попросил перевезти, он узнал о судья. Судьей всегда приятно иметь дело. Судьей важно иметь знакомство. И в тяжелый момент можно обратиться. И судья, конечно, поможет. И тогда он решил быстро помочь ему во что бы то ни стало. Он взял его на плечи и начал пытаться перетащить через реку. Он плыл вместе с ним. Несмотря на это, он знал, что он везет Пинхаса, такого Пинхаса, такого великого человека. И вот в этот момент, когда он его переносил, уже когда оставалось там каких-то 50 метров, к примеру, Пинхас ему говорит, настанет день, и я смогу тебя отблагодарить за все, что ты для меня сделал. Сейчас я не очень, ну не сейчас, он говорит, а почему не сейчас? Он говорит, ой, ты не знаешь сейчас, в какой проблеме за мной гонятся царские слуги, потому что кто-то на меня наклял. И когда это он услышал, он уронил его, и тот утонул. То есть он не смог его довести. И когда люди, другие спросили, слушай, ты 50, зачем Пинхаса утопил? Он говорит, а не топил я его? Он говорит, что ты ему 50 метров не мог? Он говорит, все время, пока я его тянул. И пока у меня было ощущение, что это тот человек, который мне может помочь. То есть я его тянул, 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 я радостно его тянул. То есть в тот момент, когда я узнал, что он уже это как мертвый осел, то есть он ничем мне не может помочь, мои силы иссякли. Они просто исчезли. То есть пока у человека есть ощущение, что он тянет что-то высокое, у него появляются силы, у него появляется радость, у него появляется энтузиазм, и он готов что-то тянуть, что-то делать, что-то вести. И мы это видим из примера, что когда человек, своя ноша, она не тяжела. Да, своя ноша. Ощущение значимости момента позволяет нам подниматься на более высокие ступени, на более высокие отметки, на которых мы можем взлететь. Как правило, если человек будет нести мешок, ему скажут, неси его, он будет пытаться, он устал, он будет нести. Но если он узнает, что это мешок с деньгами, да, и что этот мешок он несет себе домой, если он его сможет донести, то тогда действительно это будут его деньги, то поверьте мне, что он постарается донести этот мешок. И есть еще один пример, который я лично в мое наблюдение, как правило, люди редко опаздывают на рейсы на самолет, да, то есть они могут опоздать там на молитву, к сожалению, но когда касается рейсов самолет, на котором может проспать, и этот рейс важен для него поистине, он, конечно, не будет спать даже всю ночь, он будет ждать, когда он сможет, когда он сможет, он лучше не пойдет спать всю ночь, чтобы не опоздать на этот рейс. А если человеку скажут, да, что завтра, сегодня ночью, в 3-4 часа ночи, да, то есть тебе кто-то приедет и вручит миллион долларов. Если даже он, этот человек, не спал до этого 4-5 ночей, так он стоя будет стоять и не пропустить ни одного момента, только ради того, чтобы можно было получить этот миллион долларов. И это очень важно, чтобы мы знали, что есть очень красивый пример, я люблю его приводить. Это особый пример, который мне очень нравится. Пишется так, что, то есть известная вещь, что птица, у которой есть крылья, и она не умеет ими пользоваться, эти крылья являются обузой для этой птицы. Да, то есть это обуза для этой птицы. Но если эта птица научится пользоваться этими крыльями, да, то это подымет ее на огромнейшие высоты, и она поймет, насколько эти крылья помогают ей подняться. Точно так же это пример с нашей с вами Торы. Тора, которая спустилась в наш мир, и еврей ее получил. Это крылья, которые у нас есть. К сожалению, для некоторых эти крылья являются обузой, потому что они не умеют ими пользоваться, им приходится носить. Для них тяжело выполнять шаббат, другие заповеди. Для них это большая-большая обуза. Но тем не менее, что даже если это большая обуза, если они научатся ими пользоваться, то тогда они могут подняться на необычайную высоту, и они у них уже не обуза, а та вещь, которая необходимая, вещь, через которую они больше не смогут. Человек, который хоть раз окунулся в Тору, он остается в ней навсегда. Он понимает, насколько это высокая вещь. А в Симхат-Тора у нас есть ощущение этой внутренней связи с Торой, что это большие крылья. Пусть пока некоторые из нас, или мы не умеем пользоваться этими крыльями, но они у нас есть. У каждого еврея у нас с вами есть эти крылья. Главное уметь их раскрыть и полететь. То есть для этого нужно двигаться в нужном направлении. А ощущение, что у нас эти крылья есть, есть у нас в Симхат-Торе. Поэтому мы берем Тору, танцуем с ней, и это ощущение передаться. Пусть у всех будет хороший праздник, и эти крылья несут нас высоко-высоко вверх, и мы смотрим, как увидим это сверху, и обрадуемся, и наконец-то будет настоящая радость, радость прихода Машеха. Всех поздравляю с наступающим праздником.